На Твиче или зачем стрим? На Ютюбе. Спортивное программирование, все правильно. Так, что такое? Он должен же работать, нет? Не должен? О! Супер. Ну что ж, я приветствую всех наших онлайн и онсайт слушателей на нашей зимней школе. Это некий аналог зимней школы в Харькове, которой в этом году не будет. Итак, за ближайшие две недели вы прослушаете ряд лекций, напишите ряд контестов. Я думаю, что узнаете много для себя нового, чего я вам всем желаю. Всем желаю пройти этот путь до конца. И самое главное, смотрите, на вас вылится очень много новой информации, поэтому никто не ожидает, что вот сразу прямо всю ее усвоите и все задачи решите. Поэтому будет два зачета. Первый зачет по контестам, второй зачет по добиванию. Очень важный пункт добивания. Мы изначально планировали делать понедельник всегда пятница, чтобы был день контест, день перерыв. Немножко сдвинем, потому что понедельник четверг пятница по просьбе нашего товарища Кондрата. Он очень хотел в среду проводить свои лекции. Так вот, на что вот эти дни промежуточные идут? Предполагается, что вы будете активно добивать задачи. То есть еще раз, допустим, что-то непонятно, лекцию там перечитать, пересмотреть и задачи добить. Потому что именно на этом и стоит основа любого, вообще говоря, роста. Если ты решил те задачи, которые ты умеешь решать, ты просто научился их быстрее решать. Если ты решил те задачи, которые не умеешь решать, ты научился решать какие-то новые задачи. Вот, поэтому я всех благодарю. Предоставляю слово моему товарищу, ну не сокоманднику, сотруднику Евгению Задорожному, который будет читать лекцию. Так, я надеюсь, мне на кодочках не придется. Ну, тут, да, чтобы была видна как бы доска. Такое, на тебя хватить как-то. Ну да, так. Тема сегодняшней лекции – динамическое программирование. Наверное, вы все слышали про него. Оно часто используется. И что это такое вообще? Это не конкретный алгоритм и не конкретная задача. Это общный подход к решению задач. Заключается он в том, что мы берем задачу и разбиваем ее на подзадачи. И последовательно считаем ответы для этих подзадач. Обычно их называют состояния динамики. То есть динамика, динамическое программирование. И вычисляют новые значения для новых состояний на основе предыдущих значений. Сразу я хотел бы узнать, кто вообще знает, что такое динамика, кто ее кодил когда-то, кто ее кодит хорошо. Ну все разумеется. Да. Ну все разумеется. Ну все разумеется. Заковали за счет динамики. Первый простейший пример динамик, который я бы хотел для понимания, не знаю, может не надо, наверное. Ну вычисление Фибоначчи. Фибоначчи в обычном цикле и допустим мы сохраняем наше значение в массиве. Тогда вычисляя нового числа Фибоначчи мы суммируем в два предыдущих. Это уже и есть будет динамика, так как мы вычисляем новое значение на основе двух предыдущих значений. Шагов. Какие основные особенности динамики? Что мы должны определить для динамики, чтобы использовать ее в решении задачи? Во-первых, это состояние. Нужно определить, какие именно части задачи, какие состояния можно определить, чтобы можно было вычислять для них ответ. Следующая часть, это собственно сам ответ. Нужно определить, какую именно информацию мы хотим вычислять для каждого состояния. Ну и последнее, это переходы. Переходы, это то, как мы на основе предыдущих значений, уже посчитанных, будем вычислять новое значение. Давайте разберем простейшую задачку на динамику. Наверное, были частые встречания, может не встречания. Но, в общем, есть у нас, например, полоска из N клеточек. И мы каждую клеточку красим в красный или зеленый цвет. Но, при этом, мы не хотим, чтобы встречались две подряд красные клеточки. То есть, поняли, красим красный и зеленый, но не хотим две подряд красные. То есть, например, красный, зеленый, зеленый, красный. Вот такая вот хорошая распраска. Если бы здесь было красный, то два красных подряд, то уже нехорошая. То есть, понятно, что это задача. И, собственно, сам вопрос. Какое существует количество способов... Раскрасить эту полоску из N клеточек в, собственно, по заданному принципу. Как ее решать? Решать ее динамикой. Так, первое, что я говорю. Нужно определить, какие состояния мы будем вводить в нашей динамике. По сути, в простейших задачах, это то, как мы опишем массив нашей динамики. В данном случае, может мне кто-то скажет, какую динамику. Состояние тут будет... Нам только последняя буква нужна. То есть, состояние цвет последней буквы. Состояние, на самом деле, два. Первое, это длина использованного префекса. А второе, это последняя использованная... То есть, N на два получается будет на земле. Так. То есть, динамикой будет N2. Собственно, первый параметр, это длина префекса, на котором мы считаем ответ. Второй параметр, это последняя буква. То есть, 0, 1, красный или зеленый. Переходы. Переходы. Переходы нужно, собственно... Пусть у нас есть текущее какое-то состояние K. Можно посчитать декатая нулевое и декатая первое. Так. Пусть у нас нолик это красный цвет, да? Нам нельзя две красные подряд. Поэтому, чтобы поставить последнее вкатае значение нолик, можно только в том случае, если в предыдущем стоит единичка. Да? Так как мы сказали, что нельзя ставить две красных подряд. Декатая. Одесса первая. Декатая. Зеленую можно поставить как после красного, так и после зеленого. Поэтому, здесь переход будет суммой предыдущих. Декатая. Одесса первая. Одесса первая. Вот такая будет у нас динамика. То есть мы описали каждое состояние, как длина и последний цвет и описание, собственно, и сами переходы. А значение это будет наш ответ, то есть количество способов раскрасить полоску длины К так, чтобы последний цвет красный либо зеленый. Тут, кстати, что можно заметить. Наша динамика выродится в вычислении ряда Фибоначчи. То есть сумма следующего значения будет равняться сумме двух предыдущих. Динамика. Они все наши. Все, да. Динамика. Как у нас вычисляется Фибоначчи? Если у нас есть два числа А и В, то мы переходим к двум числам В и А плюс В. Да? Ну вот то же самое. То есть это будут последовательные числа Фибоначчи. Вот такая вот прочненькая задачка, да, то есть на вычисление количества способов раскрасить полоску в два цвета. Ее можно, собственно, условия может встречаться разными. Например, можно встречаться, что нельзя красить три клетки подряд в один и тот же цвет. Может, например, быть нельзя три клетки подряд в зеленый цвет. То есть условие может модифицироваться и от этого будет изменяться наш второй параметр. Например, для задачи, где нельзя три одинаковые подряд, можно ввести вторым параметром количество одинаковых в конце на суффиксе. То есть ноль, одна, ой, одна или две, да? Ну, будет почти то же самое. Два состояния, то есть в конце на суффиксе у нас может быть либо одна одинаковая, либо две. При условии, что три нам нельзя использовать, да? Ну, то есть в таком плане мы должны правильно предъявлять для каждой задачи такие состояния, чтобы мы смогли сделать правильные переходы. То есть важно что? Не важно не учесть одни и те же случаи несколько раз и важно, чтобы у нас все это работало как обычно, как в консиментатике. так. Следующая задача, задача тоже весьма известная. Гвоздики она называется. В чем уже суть этой задачи? У нас есть координатная прямая. На ней расставлены, так сказать, гвоздики. В чем суть этой задачи? Мы можем соседние гвоздики соединять ниточкой. То есть взять, например, и соединить. При этом, чего мы хотим достичь? Мы хотим, чтобы каждый гвозди был соединен хотя бы одной ниточкой. Понятно? Да? То есть, например, как-то вот так вот. вот это можно убрать. И нам нужно минимизировать длины гвоздики? Да. Нам нужно минимизировать суммарную длину гвоздики используемой. Как она решается? Кто-то встречал ее уже? Все? Понятно. Решается она тоже динамикой. И, понятно, мы делаем гвоздики все, если они даны нам просто координатами то, что надо сортировать и соединять последовательно. Опять-таки, в динамике мы будем банально считать ответ для какого-то префикса. То есть, последовательно добавлять по одному гвоздику. Как же нам описать состояние так, чтобы можно было делать переход? В данной задаче используется второй параметр. Это привязали ли мы последний использованный гвоздик. То есть, будет динамика dr2, где второй параметр это нолик, если мы последний какой-то m-гвоздик не использовали, и единичка, если использовали. Тогда давайте напишем переходы. Как мы обычно, как мы должны рассуждать вообще в произвольной динамике, определяя переходы? Мы вообще для текущего состояния, которое мы хотим получить, мы должны рассуждать из каких предыдущих состояний мы можем это получить. Например, то есть, если мы хотим, чтобы последний хвостик был не привязан. То есть, сколько там взяли какой-то префикс, и последний он у нас еще ничем не привязан. А, ответом будет считаться длина, минимальная длина нитки, чтобы достичь этого состояния. Так вот, если мы последний гвоздик не использовали, то однозначно предыдущий должен быть уже использован, уже привязан, да? Мы не можем пропустить два гвоздика подряд. Это понятно? То есть, мы не можем перейти из ДК-1 0 в ДК, мы не можем перейти. Можем только, если последний, предыдущий К-1 гвоздик уже привязан. То есть, кто будет ДК-1 1? То есть, последний гвоздик уже привязан. И так как мы не добавляем никакой нитки в этом переходе, то, собственно, не нужно и больше никаких строганий прибавлять. Иначе, если мы хотим привязать последний гвоздик, тогда у нас тут уже есть два варианта. Предыдущий гвоздик, К-1, к-1. Если мы хотим привязать очередной гвоздик, то у нас У нас тут уже есть два варианта, предыдущий гвоздик К-1 у нас может быть как привязанным, так и не привязанным. Почему? Потому что если мы привязываем К-1, то К-1 может быть привязан К-1, а может быть непривязан. То есть здесь мы получаем два варианта, откуда переходить, а именно можем получить из К-1 нулевого, то есть когда у нас К-1 воздух не был еще привязан, и тогда мы что делаем? Мы можем получить из К-1. Понятно дело из двух этих значений, мы хотим использовать минимальную длину веревочки, поэтому мы должны выбрать минимум. минимум из этих двух чисел выберем. И естественно мы привязываем последний гвоздик, поэтому мы должны прибавить ту длину веревочки, которую мы тратим, чтобы привязать к предыдущему гвоздику. то есть минус плюс а ну а это позиция К-1 воздуха, а К-1 минус а К-1 вот 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 такая вот динамика. Понятно? спрашивает спрашивает задавайте вопросы, что именно непонятно, К-1 хорошо делаем вопросы, хорошо так ответом у нас будет, так как мы хотим связать, каждый гвоздик должен быть связан хотя бы один раз, значит ответом будет D N первое ну это смотря как мы индексацию следите в общем да смотря как у нас индексация если где индексация, то D если индексация, то N-1 вот собственно собственно динамика да здесь мы в этой динамике выбираем динамику до этого мы просто суммировали а здесь выбираем и зачастую большинство динамик можно разделить на два вида первое в которых мы что-то чисто вычисляем то есть суммируем например суммируем либо какое-то другое преобразование выполняет а второй вид динамик это там где выбирается какой-то оптим минимум максимум по другим критериям они обычно сутка отличаются одним моментом таким моментом чуть позже до него дойдем да еще один пример задачи на динамику динамику оптимизационного задача которая в самом известном варианте называется мышка и зернышки классическая задача на динамику здесь у нас квадратная матрица размера размера допустим m на m в общем неважно какой размер какая-то матрица и в ней записаны числа да то есть у нас какая-то задача мишка зернышки там есть поле и в этом поле в каждой из зернышке лежит королевское зерночо ну давайте расставлю и в чем суть задачи у нас изначально мышка находится в левом верхнем углу в общем все понимается с левой верхней и на каждом шаре она может пойти либо вправо либо вниз и собственно хочет она дойти до правого нижнего угла и за свой проход таким способом либо вниз либо вправо собрать наибольшее количество зернышек эта задача решается динамикой то есть значение поменял чтобы показать что не всегда оптимально надо ходить в самый большой вариант на текущем шаге например если мы дойдем до синорки то не будет оптимально пойти в девять так как можно пойти в пятерку а из нее в двадцатку и здесь набрать в итоге намного больше чем через день то есть это чтобы показать что обычная жадность идти в максимум не прокатывает динамика для динамики в этой задаче мы создаем вторую на одну матрицу довольно такие же размеров где 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 мы будем в каждой клетке считать ответ для этой клетки то есть какое максимальное количество зернышек мы можем собрать придя в эту клетку то есть постановка динамики понятна то есть мы доходим до клетки и хотим узнать какое максимальное число зернышек мы можем собрать придя в эту клетку во первых нужно как-то начать эту матрицу заполнять то есть динамику нужно проинициализировать начальное значение очевидно когда мы стартуем изначально точкой то там единичка будет всегда единичкой да то есть мы никак это другое количество не наберем дальше если идти чисто ровно вправо или ровно вниз то там мы будем ту сумму и набирать так как других вариантов нет то есть можно сразу просуммировать вот такие значения которые вычисляются единственным вариантом то есть можно сразу рассчитать а дальше для каждой клетки когда мы хотим прийти например сюда мы должны как я вам говорил определить из каких состояний мы можем прийти в эту клетку очевидно мы могли прийти либо слева либо сверху и так как мы хотим собрать наибольшее число зернышек то собственно из этих вариантов нужно выбрать максимально в данном случае это очевидно котеночка то есть мы берем эту котенку и то что у нас уже было в этой клетке это тоже 5 записываем сюда 10 сумма аналогично здесь выбираем десятку максимально записываем если плюс 7 17 17 9 22 здесь 42 тут будет 18 18 17 выбираем акцию получается 27 и последний ряд и последний ряд 18 плюс 3 27 плюс 1 33 плюс 2 и 47 плюс 3 все то есть ответ на такой вот матрицы будет 50 и путь так и потом то есть понятно как считается ответ то есть создается дополнительная матрица где как это в коде будет выглядеть ВИТ ЖТ равно максимум ВИ минус первое ЖТ и ВИТ ЖТ минус первое максимум из двух этих чисел плюс то что здесь уже было то есть АИТ ЖТ есть матрица А это да вот такое динамическое решение но пусть восстановить просто по жадности можно то максимум да восстановить это будет да сейчас это расскажу по динамике обычно еще можно кроме как самого оптимального ответа еще очень часто встречается требование посчитать количество способов получить этот ответ и например сам путь который мы получаем этот ответ то есть да два подхода два вопроса то есть восстановить ответ то есть найти тот самый путь либо же посчитать количество таких путей давайте на примере этой задачи разберем как это реализовывается давайте заведем еще одну матрицу по факту это будет еще одна динамика которую будем считать сначала восстановим подверг то есть можно пожарность да ну можно пожарность да то есть Саша предложил вариант восстановить пожарность то есть так мы находим давайте ставим в конечную ячейку и будем из нее двигаться назад начало но при этом как мы будем делать нам собственно на каждом шаге так как мы выбирали для подсчета максимум измертной и летой то давайте и возвращаться назад в максимум то есть из 50 мы вернемся в 47 из 47 вернемся в 42 из 42 22 17 10 5 5 и вот дальше будет максимальный путь то есть понятно да как это в коде тоже представляете ставите текущую позицию q и q g пока оно не равно 0 выбираете его максимально там из верхней из минус первая житая из и и и поднимаетесь можно все если спрашивать координаты например то запихивать их в какой-то вектор и потом его реверсить если спрашивать направление то уже строковую какую-то и запихивать то есть чисто а сам подход понятен а можно он может на счет жалости посмотрите а 42 если бы вверху стояла 22 тогда бы у нас слева было бы 2 но тем не менее вверху слева было бы только 9 а слева так сильно то есть здесь мы поставим чтобы 22 поставим 13 а здесь у нас будет 22 на самом-то деле какая разница что там 9 или 17 а в сумме то мы наберем одно тоже 50 поэтому это уже количество путей интересно про количество путей да сейчас я чуть-чуть модифицирую и расскажу про количество путей давайте для модификации вот здесь вместо 6 тюрьки знаете что поставлю чтобы все не было 7 то есть 14 тоже 20 у нас будут интересовались эти случаи одинаковые слева и сверху да да то есть восстановление кроме жадности кроме жадности еще популярно ну то есть более общий способ подход к расчету обратной пути это запоминание предыдущих то есть дополнительную матрицу я говорю идем то есть динамика просто короче матрица предыдущих состояний либо просто пред матрица шагов ну предыдущих состояний и собственно для каждой ячейки нужно запомнить собственно в какую из какой ячейки мы в нее пришли в оптимальном варианте да то есть как это будет здесь понятно ничего можно не ставить так конечно тут мы ставим по значению что мы пришли слева тоже все идем слева сверху тут слева тут слева в общем понятно то есть для каждой ячейки вот откуда мы выбираем максимум от той надо и запомнить запомнить ну в реализации это можно двумя способами запомнить либо просто запомнить номер предыдущей клетки да то есть если а это первая житая больше то мы запоминаем в этой матрице пару минус 1 аж если верхняя то иж минус 1 точнее наоборот я думаю не помню суть либо другой способ это собственно как запоминание это то как изменилась наша координата то есть ну либо 1 0 либо 0 1 1 0 это если у нас изменилось 0 1 это если жизнь изменилась на этом матрице можно ноликами и единичками запомнить единичка там сверху ну да по сути у нас всего же два варианта то есть боевство означено достаточно то есть таким образом мы для каждого состояния запоминаем предыдущее и потом чтобы восстановить путь мы становимся в последнее и уже по рассчитанным состоянием предыдущим мы последовательно переходим пока не вернемся в самое начало то есть это цикл так или здесь даже кстати мы же знаем количество шагов да такое количество шагов то делается пока в состоянии не равно начало начало то есть такой цикл делается и последовательно переходится каждое предыдущее значение динамики где-то в дополнительном массиве запоминается все состояние которые прошли вот так вот реализуется запоминание путей восстановление путей которые я тоже часто спрашиваю следующая вещь которую тоже надо считать это количество путей считается тоже динамикой но динамикой уже не активизационной а просто динамикой массового количество путей считается банальным образом мы для каждой ячейки у нас есть два варианта как из нее прийти мы выбираем либо какой-то один из них когда там есть точный максимум либо можем прийти из двух когда там одинаковые тогда количество путей если у нас есть какой-то один максимум мы просто его копируем если же там равны предыдущие состояния мы суммируем их значение то есть для нашего примера который я сейчас перебил мы будем считать динамику количества путей следующим образом начальное значение здесь везде будет единичка тут есть полностью вниз здесь мы смотрим десятку мы брали максимум слева то есть мы берем эту единичку ставим сюда 17 тоже максимум слева 22 максимум слева а 42 мы можем получить как сверху максимум слева единичка 42 42 максимум слева единичка а вот 47 22 27 а вот 47 можно получить как слева так и сверху поэтому суммируем здесь повышаем правду ну и в конце будет единичка 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 то есть у нас будет три возможных пути все их в основном не надо более того чаще всего их надо посчитать по модулю так как если будет занять матрицу одинаковых чисел то всего их будет c из m по m с с с ну почему у тебя против а 27 причем процвет и а там три дни Можно суммировать, 50 мы получаем максимум сверху. И там учтишь, что шагов меньше, единичку по каждой шаге. С 1 и 2. То есть, вот это значение, это будет количество вообще способов всевозможных пройти по матрице n на m. Как это считается? Во-первых, наши цешки считаются такой же матрицей, только каждая ачейка берется с суммой левой и верхней. Еще это можно получить, мы делаем всего n плюс n минус 2 шага, из которых n минус 1 будет вниз, то есть n минус шагов будет вниз. И, собственно, из вот этого количества шагов мы берем n минус 1 шагов вниз. То есть, это у которого есть цешка наша. н минус шага. Ну, то есть, это у которого вообще количество шагов такое заступление в теоретическом месте. Как считать количество шагов? Вопросы есть? Вопросы есть? Короче, конечно. С этой задачей промышку и зонышки все. Так. Теперь я несколько частичных, различных примеров динамик, которые, то есть, это шаблонное след, оно используется очень часто. Одна из таких динамик это LR динамика. Кто-нибудь слышал такую LR динамику? Отлично. В чем суть этой динамики? Давайте сразу ее рассмотрим. Например, задача следующая. Есть у нас строка. Это строка из маленьких латинских буковок. Дана строка, это символ. И нужно посчитать наибольший полиндром, которым можно получить путем вычеркивания некоторых символов. И сразу такой здесь ответ, так сказать, даже сложно. В общем, давайте на примере какой-то более простой строки. Например, ответ будет... Да. У нас один пример был ровно верен на динамику. Именно мы точно думаем. Давай что-то другое. Пример такой задачи? Да. Мы искали, чтобы уже понимали. Динамика. LR. Да. Вот. А говорить и не знаете. Мы не знаем, что LR динамика. Есть динамика, потому что мы пишем the L. LR позиция левого конца. LR позиция правого конца. И считается на нем ответ. Ну так... Отлично, что вы так его знаете. Другой пример. Есть у меня и другой пример, но проще. Тест. Он очень весьма похож. Ну... Главное, наверное. Такой. Есть какая-то скобочная последовательность. Нужно посчитать наименьшее количество символов, которые нужно с нее вычеркнуть, чтобы она стала правильной. Знаете, что такое правильная скобочная последовательность? Да. Я встречался с тобой, и это нужно было дописывать. Ну... Дописывать это... И чтобы минимальный день не получился. Ну... Да. Похоже. Это похожая задача? Похоже, да. Похоже. Дописывать куда можно? В конец? Куда угодно. Да угодно. Ну... Не знаю. Это мы ради рукоседы. Подписывать. У нас что-то были. Там какая-то середина что-то были. То есть, как ее решать? Решается она той же динамикой LR. То есть, мы считаем LR. Это ответ для подстроки, начинающейся в этом сипале каком-то и заканчивающейся в этом. Как пересчитывать эту динамику? Возьмем два последних, два крайних символа. Это, собственно, LR и LR. Если они образуют какую-то хорошую пару, тогда, очевидно, мы их можем, так сказать, оставить и не трогать. Хорошая пара это вот так? Да. То есть, хорошая пара, то есть, не так, как сейчас, а если бы была открывающаяся, закрывающаяся. Если бы была вот такая вот хорошая пара, тогда можно было бы ее не трогать и, собственно, ничего, ну, не этот, не этот силу не удалять. Мы бы тогда написали, LR равно L минус 1, L минус 1. То есть, LR это символ. Мы оставили, если они равны. И написали тогда ответ, взяли к тому, который мы уже посчитали. То есть, ответы, мы, наверное, в помидромах это делали. И здесь также, то есть, от возрастания времени. Неправильные, хорошие, да. Ты сказал, что если я не равны. Ну, не равны, но да. Образуют хорошую пара. Обычную пара, что обычно. Так. То есть, в альерной динамике чаще всего вычисляется по возрастанию, собственно, этого подотрезка. То есть, перебирается внешняя цепля длина, а внутренняя цепля значальная позиция. Так. Это если они образуют хорошую пару. Иначе же нам, если они образуют плохую пару, то мы не сможем их оставить только. Так ведь? В данном случае у нас есть два закрывающиеся скобки, и мы точно не сможем их оставить только, да. И в данном случае мы, конечно, можем даже сразу сказать, какой нам нужно вычеркнуть, да. То есть, вот этот нам придется вычеркнуть по-любому, так он закрывающийся. Но в данном случае мы можем сказать, что мы вычеркиваем какой-то один. Нам не важно, какие они просто одинаковые, значит, мы их не можем оставить, да. То есть, если вычеркивается какой-то один, тогда ответ мы пересчитаем в следующий показатель. Если вычеркиваем L-1, то у нас останется подстрока от L-1 до R-2. Плюс мы сделали одно вычеркивание, а мы считаем в динамике количество вычеркиваний, да. И если мы удалим последнюю скобку, то это будет, останется у нас подстрока от L-1. И из-за этого значения мы хотим, как было вычеркнуть вообще минимальное число скобочек, поэтому давайте с ним выберем. Нам не нужно ли на нашем шахте проверять правильное номер? Да. Мы L-1. Вот L-1. Нам не нужно ли сразу же проверить правильное направление? Мы считаем как бы динамику, и в динамике у нас уже этот элемент должен быть посчитан. Так мы высчитываем последовательно по увеличению длины. То есть если мы считаем L-1, мы должны предполагать, что те подстройки, которые меньше длины, ниже посчитаны. Ну и да, конечно, если мы, в общем случае, если у нас вот в этом здесь L равно N, мы не сможем это предполагать. То есть цена у нас уже должна быть посчитана. То есть если, ну короче, проинициализировать нашу динамику, нужно для подстройки из одного символа, да, то есть это D, L, L, для них ответ всегда равен единичке. То есть у нас один символ, это неправильная скобочная последовательность, и нужно его изволять как один символ. А для D, L, L-1, для двух символов, мы ставим нолик, если они образуют хорошую пару, и начнут подвинуть. Иначе единичку, да, то есть это будет инициализация наших динамик, то есть начальное состояние. А дальше мы уже будем начинать работать по этой схеме с подстройками длины 3 и больше. Если D, L, A, L-1 образует нехорошую пару длина, мы должны их оба утомить. Вот, такая задачка и такое её решение. То есть динамика L, R значит на вычисляции на какой-то тресках, из формы какого-то массива, что у нас есть. Сейчас, минутку, я попытаюсь строить ещё одну такую похожую задачку, но, то есть задачка, да, динамика L, R, напомню много по-другому, другой принцип, в том числе. В контесте у вас все-таки будет задачка на полете, да? Ну, если будет задача, которую ты хочешь пробирать? Ну, я, что я говорю, там, где я лёгкую версию делаю, не сложно. Лёгкая, там почти все задачи, те, что я сейчас рассказываю. То есть там самые собрания, не так. А вот сложно. Значит, вот одна версия. Там, если вы уже совсем там вообще ничего не сможете решить, чтобы чисто время не тратить хоть. Просто они. А вы с задачи просто брали из Олимпа, да? Да. Да. Но есть деньги. Это не уже решено. Заново переписали. Ну как? Я бы посоветовал не копировать код. Я решенен, но так решенен, так и бывает. И на обычных контестах, когда ты переходишь на тебя, а ты эту задачу уже встречал. Ты все этим приходишь со собой? Да. Представьте, поэтому не копирую. Так, что это за задача, блин? Как же она? Применуровалась. Не могу вспомнить саму задачу, расскажу только чисто подход, который в ней был. Он отличался от этих задач. От палидрона и скобки. Как там пересчитывалась динамика? Сейчас. Там для пересчета динамики на подкреске от LDR нужно было перебрать какой-то центральный элемент. Ну, назовем его M там, да? Центральный. То есть это пополам она делилась. Ну, не пополам, а просто делилась на две части. И пересчет динамики. И пересчет динамики выполнялся таким образом, что мы перебирали все возможные способы разделить на две части. И, собственно, выбирание из этих способов сам оптимально. То есть, как он был оптимальным. Это что вообще работало на God Force? Нет. На God Force не то было, я вам скажу чуть позже. То есть, для посчета такой динамики, можно было перебрать центральный элемент. Что же за задача? Ну, то есть, часто такое встречается. Самый простейший пример, чуть немного вспомнить. А вот так. Ну, банальный такой пример, не знаю, считайте, что придумал. Мы что делаем? Мы берем, у нас есть массив и мы с ним можем делать операцию. То есть, есть вот цельный изначально массив, а потом мы можем брать и между какими-то числами делать разрез. То есть, какой-то цельный массив и мы можем его разрезать. И за каждую операцию разрезания нам начисляются штрафные баллы, равные чему? Ну, например, сумма слева умноженная на сумму справа. Например. Задача нам нужно, собственно, разрезать массив N элементов, набрав на максимальный, на минимальный штраф. Ну, такой искусственный вычисляющий пример, но для его решения мы перебирали центр M и вычисляли в динамику вот такой подобным образом. То есть, асимптотика уже была кубическая. Если в предыдущей задаче она решилась за N квадрат, то там, где мы уже перебиваем еще один центр, там уже N квадрат. Асимптотика уже не обязана. Теперь второй еще какой-то пример задачи, тоже часто встречаем их. Сейчас. Кто-то писал вчера рамутку до форсиса? Ну, на перешивание так. Я его назвал? Ну, вот на примере задачи C div 2 либо A div 1 я сейчас расположенную динамику, где, как сказать, уже несколько параметров, причем второй параметр явно не был в условии оговора, то есть мы его должны придумать. Часто встречаются динамики, где и три параметра. Иногда можно встретить динамику с четырьмя параметром. То есть, придумать правильную динамику, это не всегда простая задача. Чаще, ну, как самое сложное, конечно, это переходы правильно придумать, но самую динамику тоже для сложных задач. То есть динамика это такая тема, которая может встречаться как в простых задачах, так и в очень сложных. и вообще, она используется даже в многих других темах. Те же графа, те же комбинаторики, те арвери, то есть там не сильно завязывая на динамике. Так вот. Задача со вчерашнего run by the first. Сейчас я ее открою. Напомню условия тем, кто решал и тем, кто не решал, расскажу условия. Так, 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 так. У нас есть 30 тысяч островков. Давайте я их запишем просто как. Россия. 30 тысяч? 30 тысяч идем. По закону 30 тысяч. Ну, ладно. Островки, да? То есть тоже задача. В каждом из этих островков может лежать какое-то количество чего? Чего-чего? Камней. Камней, да? То есть, например, 1, 0, 3, 2, 0, 4, 5, 5, 5, 6. И, и, и. Что мы можем делать? Мы можем прыгать по этим островкам, но если мы сделали прыжок длиной d, то на следующем шаге мы можем сделать прыжки длиной только d-1, d и d-1. То есть, вот, например, мы с второй позиции, да, прыгнем, например, в шестую, то есть прыжок длиной 4, то на следующем шаге мы смогли прыгнуть либо на 3 позиции, либо на 4, либо на 5. Пятого элемента. У тебя было сколько-то где-то? такое сложное задание. То есть, у нас есть массив, мы можем по нему прыгать, при этом делаем прыжок на d, на следующем шаге делаем прыжок либо d-1, d и d-1. И наша цель собрать максимальное число камешков, то есть набрать наибольшую сумму в конце вот таких вот прыжков. Прыжки заканчиваются, когда мы уже дальше больше никуда не можем строгать. Кто его решил сразу, скажите мне? Виктор? Виктор? Виктор. 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 Такие есть идеи на втором состоянии. Длина последнего прыжка. Правильно, да? То есть, давайте я назначу тарифу. Де, кате, эльте. Как мы можем теперь пересчитывать эту динамику? Если мы хотим посчитать де, кате, эльте. То есть, хотим узнать, как обычно, из каких состояний мы могли в нее прийти? Де, кате, эльте. А прийти мы в нее могли из де, кате, эльте. То есть, если последний прыжок длиной эль, то предыдущая позиция была ясна, что кате, эльте. Направление прыжка может? Или камень... Можно прыгнуть только вперед. Только в одном слове? Да. Иначе мы могли все ячейки, наверное, посетить. Или камень эль-минус один, и к-минус эль-минус два. Нет. Нет. Может, последний уже свершил. Мы прыгнули на эль. То есть, последний прыжок у нас был на эль. Ну, мы же могли в этот эль сделать предыдущий эль плюс один. Ну, подожди. Ты про первое ставили, а про второе? Я думаю, мы сейчас конца идем как-то, да, прыгаем? Что? Мы сейчас конца прыгаем? Нет. Ну как, мы допрыгнули до позиции к, при этом последний прыжок у нас был длиной эль. И мы хотим сказать, какой максимальный ответ, какую максимальную сумму мы можем набрать, вот, сделав предъяву позицию к с последним прыжком эль. То есть, мы прыжли к этой позиции, да? То есть, если мы сделали последний прыжок эль, значит, перед этим мы стоим в ячейке камень эль. А вот какой мы могли делать прыжок до этого? По устроению задачи он должен был отличаться по длине этого максимума на единочку. То есть, плюс-минус один, либо такой же. Поэтому, ну, здесь обычно. Это мог быть прыжок длиной эль. Могут быть прыжок длиной эль. Могут быть прыжок длиной эль плюс один. Да? То есть, в это состояние мы могли прийти из трех этих. Мы хотим что-то делать? Найти максимум. А значит, из этих трех состояний мы должны выбрать, собственно, максимальное. Максимальное. И что мы еще прибавляем? Мы прибавляем количество. В любом случае, мы прибавляем количество камушков, которые мы собрали в этой катой ячейке. То есть, д катая эль будет рассчитываться как максимум из этих трех плюс а катая. Вот такая вот динамика. Но, для данной сдачи, как была у вас особенность? У нас К, то есть, позиции до тридцати тысяч. А Н, длина прыжка, у нас была дана длина прыжка на первом шаге. И она могла быть тоже весьма большой. Например, первый шаг будет на двадцать тысяч. Ну, не двадцать тысяч, но... Тоже на двадцати тысяч. Да, тоже на тридцати тысяч. Но нам, как говори, две тысячи будет последний прыжок, да? А могут быть и те же самые тридцать тысяч. И если бы мы хоть создали вот такой двумерный массив, тридцать тысяч на тридцать тысяч, это уже было девять на десять восьмой винтов, ну, почти четыре гига памяти. Естественно, у нас столько памяти нету. И то, что нужно думать, как правильно хранить эту динамику. На самом-то деле, ничего сверхъестественного не используется. Нужно лишь сделать, как маленькое наблюдение. За все наши прыгни, мы не можем прыгнуть больше, чем на корень из тридцати тысячи различных шагов. Почему так? Предположим, вот у нас различные прыжки, да? В самом оптимальном случае по длине они идут один, два, три, четыре, пять, шесть и так далее, да? То есть каждый шаг на один дольше. И тогда сумма, чему вот равна архитическая прыжка, если мы сделали n прыжков? n на n плюс один, зеленая на два. То есть n прыжков дает n на n плюс один, зеленая на два. Вот это число мы не можем в сумме пропрыгнуть больше тридцати тысяч. Оно ограничено, то есть сверху. Потолок это тридцать тысяч. Значит, n ограничен корнем, ну, то есть можно вычислить максимально n, но приблизительно можно прикинуть, то есть двоечку мы берем вверх, у нас получится шестьдесят тысяч, и корень из этого, ну, можно было взять... Слезот тысяч? Триста. Триста подрать, это будет девяносто тысяч. А нам тут получится шестьдесят. То есть мы не можем взять больше трехсот различных прыжков. Понятно, да, почему? Если мы сделаем триста прыжков различной длины, тогда их сумма будет намного больше, чем тридцать тысяч. Вот это наблюдение, которое нужно было сделать, чтобы правильно снимать и динамику. Теперь, собственно, как можно было хранить саму динамику? Можно было здесь, например, пролить... Вот у нас говорится по условию, что начальный... Ну, неважно, какая буковка, но пусть начальный прыжок у нас был длиной P какой-то. P. Это самый первый прыжок. По задаче он данный, да? Но здесь пока поддонинамики используются. Тогда... Тогда здесь можно хранить не просто длину последнего прыжка L, а, например, число L минус P плюс триста. Логика такая идет. L не может быть больше, чем по плюс триста. То есть, если мы начинаем прыгать с длины P, то каждый шаг, такой плюс один, плюс один, мы не можем получить по плюс триста. Ну, я уже сказал почему. Триста различных длины прыжков не может быть. И в то же время мы не можем получить L меньше, чем... Меньше, чем по минус триста. То же самое. То есть, мы не можем прыгнуть на триста шагов меньше. Если мы будем хранить это число, вот так вот, да, тогда у нас индекс... Точнее, вот это число L минус P плюс триста, оно однозначно влезет в интервал от нуля до шестьсот. Понятно? То есть, разница L минус P, то есть, какого-то прыжка на хрондашаге, минус начальный прыжок, не может быть больше, чем... трёхсот до трёхсот разница между прыжками. Поэтому здесь будет число у нас от нуля до шестьсот. И таким образом мы можем объявить нашу динамику как массив тридцать тысяч на шестьсот. И это будет восемнадцать ляма, то есть шестьдесят с чемпи-метров. И, в общем, с головой нам этого хватит, чтобы ложиться в память и быстро просчитать. То есть, там же те светотики тоже косяк улетали. Вот такая вот задача. То есть, данная инфекция была. И так вот она решилась. Вопросы, какие-то, может, какие-то моменты можно ещё раз объяснить получше? Можно так, кто понял. Хорошо, я у вас прошу, какая синпотика этого решения? Корни из z. То есть, у нас динамика размера n умножить на корень из z и перечислять за константное время в каждой операции. То есть, n корней из z умножить на c. Ну, c константка на этом. Ну, то есть, три числа опроса были. Вот, баксы были. Ну, вот, такое было решение динамики. Так, ну, вот, пример задачи. То есть, сложность заключалась в том, чтобы правильно подобрать второй, собственно, параметр нашей динамики и правильно его хранить и защитить давать. Что у нас по времени? 11.15. Хорошо. Перейдём к ещё одному такому примеру. Вычисление наибольшей возрастающей последовательности. С помощью динамики. За квадратный залог? За, ну, залоговый. Нет, хотя можно за квадрат, сначала, а потом, если же, за логовый. Кто встречал эту задачу? Вычисление наибольшей возрастающей под последовательностью. Вычисление наибольшей возрастающей под последовательностью. Да? С одной целью. Кто умеет решать её за ММОГЭ? Нет. А за квадрат? Нет. Тем, кто умеет совершать её. Да? Хорошо. Постановка задачи. Есть какой-то массив. На этом массиве нужно посчитать, найти наибольшую возрастающую под последовательность. Что такое под последовательность? Это если мы какие-то элементы вычеркнем, то оставшиеся это будет под последовательность. Что такое возрастающая? Это план, где элементы возрастают. То есть, каждый последующий больше предыдущего. Ну, чисто, в основе задачи, может быть, не убывающая, тогда больше, либо равнозначно. Либо больше, то есть, это зависит от задачи. Может быть, меньше, то есть, убывающая под последовательность. Это не так важно, можно взять любую задачу, то есть, будем просто возрастающиеся, то есть, строго возрастать вверх. И надо найти наибольшую, то есть, наибольшую по длине. Для данного массива ответом будет, как прикину, ну, по-моему... А это 1, 2 или это 12? 1, 2. А здесь 10. 3, 5, 7, 9, 10. Да, то есть, вот, последовательность длины 5. Она не единственная. Вот есть еще последовательность. 0, 1, 2, 9, 10. Или же, например, 0, 1, 2, 4, 8. То есть, давайте сейчас, например, базовый вариант, где мы просто ищем длину наибольшей подпоследовательности. Так ее можно искать обычной динамикой за m квадрат. Заведем обычный массив D. По нему будем искать просто ответ на префикс. Будем считать. Для первого элемента, естественно, он один. Мы можем взять один только элемент. А для каждого следующего мы должны как бы посчитать ответ на префиксе, с учетом того, что мы обязательно берем последний элемент. То есть, не просто ответ на префиксе, а ответ на префиксе, с учетом того, что мы взяли последний элемент, последовательность. То есть, взяли какой-то префикс, например, и мы считаем, что 10 обязательно будет в его подпоследовательность. Так вот. Как мы будем пересчитывать? Если вот мы берем этот 10, последний, то, ну, 10 плохой пример. Давайте здесь у нас будет какой-то... А, 5. Например, мы считаем ответ для вот этого префикса, и мы считаем, что мы взяли последний элемент на пятерку. Тогда предыдущий элемент должен быть обязательно меньше пятерки. Мы проверим его ответ, выберем из этих ответов максимально. То есть, давайте начнем сначала заполнять. Для пятерки у нас трое поменьше ее. Значит, максимальный ответ единичка. И для вот этого ответа мы, значит, можем записать эту пятерку в конец. И это уже будет ответ 2. То есть, максимальный ответ, который для меньших плюс 1. Так, тут 2. Для нуля меньших его нет, но это максимум можно взять его одного. То есть, 1. Для семерки. Для семерки пятерка меньше семерки. Значит, мы можем взять ответ для пятерки и написать туда семерку. Здесь получится ответ 3. Для единички есть только нолик. Ответ здесь будет 2. Для двойки есть единичка, ответ 3. Для девятки есть как двойка, так и семерка, у которых ответы по 3. Можно сюда написать девятку, получится 4. Для десятки берем девятку максимальную. С максимальным ответом мы написаем сюда 5. Для пятерки берется кроечка, написаем сюда 4. Тут тоже будет 4. Это понятно? То есть, получили обычную длиненную динамику, но пересчитываем мы ее за квадрат. Так мы для каждого элемента перебираем все предыдущие элементы и смотрим на те, которые меньше него. Понятно? То есть, 20-го. От И до Н. И второй это Ж от 0 до Оль. От 0 до Н по И. И по Ж от 0 до И-5. Мы его за стратегию почитаем. То есть, за квадратную пачку. Ну, за квадратную пачку. Падрат. Нас такая двоечка не интересует, когда мы считаем асимпатику. Так вот. Вот это самая простая динамика, которая считает как два па. Так вот. Два цикла, все посчитание как два па. Но, собственно, вопрос по времени. Квадратная асимптотика, она не оптимальна. Можно... Почему на восьмерке пятерка? Потому что у нас для пятерки было четыре. Мы перебираем все элементы, которые больше восьмерки. То есть, три, пять, ноль, семь, один, два, пять, четыре. Из них выбираем на больший ответ. Это четверка, это четверка. И туда написываем восьмерку. То есть, по варианту от вебинатиночку. Вот, это самая простейшая динамика, но ее можно не оптимизировать. Задачу можно решить по-другому. И, и, и. Со синтетикой n-m. Как будет решаться эта задача? В ней будет использоваться такой подход, как подсчет динамики по ответам. То есть, в этой динамике ответ и входные данные, грубо говоря, поменяются местами. Такое на это бывает, но оно не так заметно, что чисто эта динамика чем-то особым отличается, но ее особенность можно описать так. То есть, в этой динамике мы поменяем сейчас ответ и значение места. А именно, то есть, что у нас было ответом? Длина. Длина. Что у нас было? Входные данные, то есть, какой-то элемент, да? А теперь мы наоборот. Мы посчитаем динамику. Давайте я на этот значок. Ну ладно, тут будет та же самая динамика. Тут у нас будет L, тут будет динамику, считаем. Мы будем считать динамику по ответу, то есть, динамика по длине, L. Состояние, это длина какая-то, а значением будет наименьшее число, на которое может заканчиваться подпоследовательность, возрастающая подпоследовательность длины L. Поняли? То есть, вот длина, а значение будет наименьшее число, на которое может заканчиваться эта возрастающая подпоследовательность. Вот давайте ее сейчас считать. Считать на примере этого массива. И знаете, что я сделаю сейчас? Секундочку. Вот так, я стру. Этот массив я обозначу вертикальной табличкой. Собственно, где это динамик, а вот это динамик. Так, здесь 0, 1, 2, 4, 5, 6, ну, нам больше, по сути, не понадобится. Так, L, L, L. Проинициализируем эту динамику. Посчитаем, что для подпоследовательности длины 0, у нас заканчивается на какое-то очень маленькое число, так, чтобы все числа массива заведомо большего, да? То есть, на то, что здесь минус бесконечность. Ну, то есть, понятно, да, что сделать? То есть, вот, теперь для каждой длинной ленды мы хотим посчитать нашу динамику DL. Перебирать мы будем не длинную ленды, в главном цифре. Перебирать мы будем все так же наш исходный массив. Берем мы, значит, текущий элемент. Занюю строчку, да? Теперь давайте переберем все длины. Все длины. И из всех длин найдем наибольшую такую, что ее последний элемент меньше, чем тройка. То есть, мы хотим, что сделать? Мы хотим для тройки найти максимальную возрастающую подпоследовательность. Значит, мы должны выбрать максимальную длину, такую, что ее последний элемент меньше тройки. То есть, что мы можем дописать туда тройку, да? То есть, в данном случае, это, естественно, длина 0, так как там стоит минус бесконечность, туда мы точно можем дописать тройку, да? После минус бесконечности. И, значит, у этой тройки уже будет ответ 1. И, и, и для длины 1 на меньшее длина будет тройка. То есть, на первом шаге мы посчитаем здесь единичку, а для вот этой динамики мы посчитаем здесь тройку. То есть, понятно, первый шаг, да? Да, все. Ну, хорошо. Олег, предложение изначально запомнит этот массив. Бесконечность, Т, нет? Может быть, ногу переверните обязательно. Ну, входит пусть так. Бесконечность, что мы эту длину никак получить не можем, да? Называется, да, бесконечность. Так вот. Изначально тут тоже была бесконечность. Мы посчитали для тройки ответа единичку и обновили эту бесконечность на единичку. Так вот мы какую динамику ищем? Для длины 1. Для длины 1. Для длины 1. Ой, на тройку, извиняюсь. Заберем на пице. Но для длины 1 ищем наименьший последний элемент. То есть, пока что это только тройка уже будет. Дальше. Берем пятенку. Смотрим теперь на... Опять-таки, перебираем длину. И выбираем наибольшую ту длину, где конечный последний элемент меньше, чем 2. То есть, вот это будет длина 1, так последний элемент тройка. Тогда мы можем для пятенки уже записать ответ 2. Чем, да? То есть, мы здесь запишем 2. А для двойки перед... А для двойки поставим пятенку. Нолик. Нолик. Для нолика это будет... Ноже нолик с минус бесконечности, да? То есть, для нолика запишем ответ 1. А для единички обновим ответ. Так что нолик меньше тройки, то обновим эту тройку на нолик. Понятно? То есть, на каждом шаге вычисляем ответ. То есть, вот ответ будет 3. И для тройки обновим на семью. То есть, за единички последний элемент один. Так, 4. За семью-ка 5. Обновим. Вот так вот. И тогда ответом у нас будет наибольшее число, где значения в динамике нет бесконечности. Ну, по данному массиву. По данному массиву. По данному массиву тоже понятно. Нас посчитали. То есть, такая динамика понятна? Вопросы. Так нам это будет до 10 или до 8. Вот, ну, смотря, что у тебя спрашивают. Если спрашивают длину, то это будет 5. Если 8 или 10. А если надо восстановить, нам последовательно будет 200. Восстановить? Давай сначала я расскажу, как... Во втором столбике у нас наименьший элемент, на который может заканчиваться НВП последней длиной В. наименьший элемент, на который может эта последовательность заканчиваться. Ну, то есть, смотри. Вот у нас на этом массиве мы можем, например, выбрать последовательность возрастающего. 0,1,2 можем выбрать, а можем выбрать 3,5,7. Длина 3, да? Вот такое вот решение. Но это решение, опять-таки, работает за квадрат. Потому что мы в главном цикле перебираем числа массива, а во втором цикле мы перебираем длину. И в худшем случае длина эта будет даже до ОН, да? То есть, опять-таки, асинтетика никак не поменялась. Но на вот этой динамике уже ее можно соптимизировать. Оптимизация делается с помощью бин-поиска. Я надеюсь, вы знаете, что такое бин-поиск? Это хорошо. Как оно делается? На чем мы вообще делаем бин-поиск? Заметим, что на любом шаге вот этот массив давай, он всегда будет возрастать. Точнее говоря, не убывать. Да? 0, 1, 2, 4, 8, и вообще на каждом шаге он был небывающим. Почему? Потому что у нас не может такого быть, что последний длины 5 заканчивается на тройку, а последний длины 4 на четверку. потому что в таком случае мы могли бы эту четверку дописать после тройки. И... Нет. Ну, либо мы могли четверку дописать после тройки, и никак бы не получились за 4, либо же мы могли бы... мы не могли бы записать здесь тройку... А, ну, даже не так, знаете, как объяснить проще? Вы поняли, почему не можем? Почему это? Зарол. Может, ты понял, а остальные? Да? Ну, хорошо. Ну, то есть, не, вообще, правильно, если я тебе говорю, правильный подход такой, что на каждом, даже в каждом шаге у нас она неубывающаяся, неубывающая. На первом шаге это понятно, у нас минус бесконечности, бесконечности, а на каждом следующем шаге мы не можем обновить число меньше, чем предыдущим. Такое показательство. То есть, вот. Неубывающая подпоследовательность, и мы на ней что делаем? Мы ищем наибольшее число, меньше замного. То есть, вот, как я говорил, берем, что это, берем, ну, именно кантином, ладно, ладно, то есть, берем вот какое-то число, девятку, ищем, берем пятерку, например, пятерку, и, сейчас, а я, а если у вас попадет число, которое уже будет в этом месте? У нас строго возрастающего. мы ищем наибольшее, которое строго меньше. Не меньше, не равномерно меньше. То есть, вот если бы у нас была здесь еще одна пятерка, шла, мы для нее должны были найти эту четверку. Да? То есть, наибольшее, потому что у нас... У нас сейчас четверка, но у нас не было поскольку стабратики. Если бы у нас была четверка, мы бы взяли четверку. Да, мы взяли четверку, и эту четверку просто не понимали. Мы если пятерку возьмем... Если нам еще раз есть четверку, просто выкинуть. Сто процентов она не будет обновлять. Ну, как? Выкинуть. Ну, а чем мы выкинуть? Она может обновить. Ну, смотри. Если она с этого уже была пятерка. Вот у нас была пятерка, да, она тоже пятерка обновляет. Да? Да. Она не обновит ту же позицию, где есть пятерка, а может обновить позицию тоже. То есть, еще раз, наша задача на каждом шаге. У нас есть текущее число x, мы ищем по этому массиву наибольшее число, которое меньше этого x. Это делается по стандартной значимой на big points. Она есть, он даже реализован в C++, это upper bound. Да? То есть в юзе здесь состояние upper bound то есть то есть мы с середины То есть мы с середины начинаем с той, да? Ум? Мы даже upper bound. Upper bound это идет нет, ха, да, точно. Это следующий. Это следующий, да. А lower это больше, сейчас. Upper bound это строго больше, а lower bound это больше либо round bound. Самый первый элемент, который больше либо равен. То есть она интересует тот, который перед ним. то есть это будет lower bound минус один. Либо же просто находить ручками бенпоиском. Бенпоиск как у нас будет здесь бенпоиск? Мы начинаем середины сейчас. Подожди. Эн, чтобы было понятно. Так, так, так. Эн. Нет, поиск по длине она поделать, да? То есть у нас одиннадцатый шаг идет. Л р равно н минус один это уже не столь дважды. Теперь дальше. Далее L меньше R M равно L плюс R девятую ладуну. Нашли серединку. Дальше мы должны проверить. Мы ищем наибольшее, которое меньше. То есть сначала у нас будет здесь везде true, потом будет идти false. Нужно найти последний true. Либо можно найти первое false, а потом от него отнять минус один. отнять один возник. Ну, я говорила, так вообще проще. Это наш главный главный. В общем, сейчас. Напишу. Вот. Спасибо. 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 Ну вот, вся динамика, да, и ответ у нас будет то истинно. А, ну, собственно, L нам не так вот, то есть мы запишем, сейчас, B и E, тут я пишу, B и E равно L, а D и равно E, B и E, так, B и E, мы ищем самую первую длину, в которой ее значение в динамике больше будет равно текущему числу, и тогда, собственно, эту длину мы, длина и будет нашим ответом для текущих позиций, и динамику вот эту длину мы обновим как минимум того, что было, и X. Давайте вопросы, наибольший разрешающий подпись. Так, и вот, смотрите, то есть Бенброиск, а симпатикой был огорифм, да, огорифмотами. Вот мы уже получили решение за L2G. Ну, если тоже вопрос, то я хочу восстановить. Так, восстановить. Ну, давай восстановим. А что нам важно для восстановления? Для восстановления нам нужно для каждого элемента заполнять предыдущие. Да? Вот. Прежде, чем мы заполним, мы заполним, чтобы было предыдущие. Так, нет, мы для, ну как, смотри, мы здесь считаем для каждого элемента и ответ, то есть длину на большее. Экзотмейна заканчивается в этом элементе. Да, то есть для семерки будет длина 3, а предыдущий элемент будет 5. То есть вот в семерке нужно заполнить, что предыдущий элемент это 5. Не просто 5, а нужно заполнить именно в каком индексе это было. Для этого, в данном случае, мы в этой динамике, кроме самого числа, будем еще хранить его индекс. Да? То есть индекс. Не буду сейчас переписывать. То есть, когда мы здесь обновляем, мы обновляем не просто ставим его значение, а еще и индекс его заполним. И тогда вот здесь, когда мы берем ответ int, мы не просто берем ответ int, а берем еще и заполним предыдущие. И ты равно, то есть второе число, то есть delta second. Delta first это вот это, а delta second это, собственно, индекс. Поняли? Таким же макаром? А нет. Угу. 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 Завɪты самую длинную после того самого длинности. Просто перепиши то, что тебе было. Слески. Ты чувствовал that extra look. Это длинная? 1,2,4... Подожди. Так они у нас обновляют свои. То есть мы подраздной отListen мы это переписали в которые Хорошо, какой-то контр-промет, можно, да? Ну, здесь, допустим, у нас не тройка, а тройка. Да. Да, так у нас будет, да, вы видите? Да. А потом мы еще здесь давай напишем двойку. Напишем двойку, и у нас что произойдет? У нас одна тройка обновится до двойки. И у нас здесь уже будет записано 01248. Хотя на самом деле ответа 01348. То есть этот массив, он уже обновляется со временем, и он не будет хранить самый последний масс. То есть нужно, опять-таки, для каждого элемента запомнить предыдущего. Таким макаром, то есть в динамике запоминать индекс, а в этой динамике запоминать индекс. То есть все восстановление ответа заключается в запомнимании предыдущего элемента. И вот все, что я хотел вам дать, я дал. А что у нас в команды? Давайте я не разомнику расскажу. Ну а сами здесь по командам рядышком, на котором у вас коденок на команду, да? Ну как, там есть один брофт, который, опять, пишет, 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 пишет. А с другими задачами – это не камнице. Потому что скажем так. И ты все это делаешь? Ну, давайте попробуем. Ну и все. Ну так все решаем. Разбираемся. Разбора потом не будет? Так, во сколько там начало было? 12. 12 я сейчас перенесу. Смотрите, 5 минут, чтобы подготовиться вам хватит. Но я ставлю в 11.50 начало. Через 5 минут начало, все согласны? Народ, через 5 минут начало. Ну, сейчас это Олег скажет, где сидите. Ладно, я там ставлю пока. 55, лучше минут. Пока порешаю. Просто маша пришел, мы все могут пришать. Пока. Простите. Простите. Ну, что не так? Вπεчу. Пока. Впереду, я так молиться. Впереду. А если отберём? А! Чёрт! Спасибо! Аккуратно, я могу. Нет. Я пока что планирую. Сейчас я иду, я пускаю. Сейчас всё на своём уровне. Ага. Хорошо. Я всех, значит, благодарю за внимание. Желаю всем в ближайший, там, год-два достичь того уровня и рейтинга, который у нашего дорогого лектора. Вот. И, собственно, да, контест, я так понимаю, начинается в 11.55. Ну и всем тоже желаю на нём удачи. Сдавайте, если кто-то нас слушает. Вот. И кто нас не слушает, тоже сдавайте. Вот. Спасибо. Так, надо стоп.